Всем привет! Я сегодня неожиданно оказалась на нашем Юрминском пляже. Решила искупаться. Вот раздевалка. Пойду сейчас переодену купальник и пойду искупаюсь. Видите, вода уже нормальная. Сейчас посмотрим, какая температура. Не могу понять, то ли 3, то ли 13 градусов. Если 13, то, наверное, уже можно искупаться. А если 3, наверное, нельзя еще. Да нет, ну, конечно же, я шучу. Конечно же, я шучу. Ведь у нас сегодня только 9 апреля. Но вы знаете, я вот сейчас приехала из Риги. Там было 27 градусов тепла. В машине, как только въехала в Юрмалу, температура опустилась до 25. Я думаю, ну, нормально, будет тепло в Юрмале тоже. А что вы думали? Я подъехала к морю, а здесь плюс 17 всего. Сейчас вам расскажу, как я здесь оказалась неожиданно. Почему я здесь гуляю. Ну, не только я здесь гуляю. Видите, люди гуляют. Ну, вот сегодня судьба меня занесла сюда погулять, подышать свежим воздухом. Я вам себя сейчас показывать не буду ни одной секунды. Потому что я заболела болезнью. Я вообще первый раз в жизни заболела этой болезнью. У меня глаза, как у кролика. Ну, просто ужасно. Вот как-то сейчас вот стало лучше на свежем воздухе. Но в помещении я сегодня так страдала, так страдала. Я не знала, как мне выдержать до конца рабочего дня. Такая милая водичка. Такие узоры. Вчера пришла на работу. Как ни в чем не бывало. И у меня один ребенок смосил. Говорит, а что у вас с глазами? Я говорю, а что у меня с глазами? Я так раз посмотрела в зеркало. О, боже. О, кошмар. У меня глаза, как у моего кролика. У меня когда-то был кролик длинноухий. Мне кажется, у него не было таких глаз, как у меня сейчас. Так вчера еще ничего было. Как бы эти глаза, ну, красные и красные. Я потом пошла в аптеку, купила глазные капли с ромашкой. Там ромашка, каркума, еще что-то. Еще какое-то растение. Дорогие капли, почти 10 евро стоили. Еле от сердца оторвало. Думаю, ну, для своего же здоровья надо. Закапало, и вы знаете, помогли. Помогли. Потом я еще в гости поехала. Вот. И как бы все и ничего. Да? Все и ничего было так. Более-менее терпимо. Но глаза были красные все время. Идет какое-то испарение. Вот. Странно, да? Смотрите. Повнизу видно же, да? Какое-то испарение идет. Я никогда так не замечала, что вода так нагревается, испаряется. Удивительно. Там лебеди. Ну, сегодня утром просыпаюсь, глаза не могу разлепить. Не, ну я их как-то разлепила. И, кстати, два дня назад я как бы тоже чувствовала что-то не то. Утром просыпаешься, и как-то глаза, какая-то пелена, какая-то пленка. Что-то не то. Ну, потом я промывала, естественно, забывала, уходила на работу. А сегодня, боже мой, они и слезятся, и смотрю, даже гной какой-то появился. И все это щипет. Все это такое раздражение. Так неприятно. Ну, я думаю, все. Не знаю, что. Не знаю, что это. Я говорю, я никогда не болела. Не с чем сравнить. На работу прихожу, первым делом медсестре. Я говорю, помоги, помоги мне, помоги. Я говорю, что такое? Я говорю, посмотри на мои глаза. Она говорит, у тебя конвективит. Капли нужно с антибиотиками. Я говорю, да. Ну, это, конечно, по рецепту. У нас же все по рецепту. С антибиотиками никаких антибиотиков не купишь нигде. Все по рецепту. А кто рецепт может выписать? Семейный врач. А к семейному врачу тоже нужно записываться. Ой, я уже по воде иду. О, наконец-то я к вам подошла. Вот они. Чайки. Ну, все. Вы мне попались. В общем, еле дождалась конца работы. А, ну да, еще ходила. Ходила. Коллеги так смотрели на меня, но ничего не говорили. Я думаю, не, надо объяснить коллегам. Надо объяснить. А то не поймут же. Ну, не поймут. И мало ли что подумают. Я сразу честно всем рассказывала, что это у меня вот такая болезнь. Конъюнктивит. Конъюнктивит у меня, оказывается. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Вот, в общем, объясняла всем, кого встречала. Всем объясняла. Говорю, ничего не думайте плохого. Обед ужасный. Мне самой на себя страшно смотреть. Ну, просто страшно смотреть. Вот. Работу закончила. Стала звонить врачу. Не берет трубку. Не берет. Не берет. Звонила там через каждые полчаса. Не берет. Ну, она обычно перезванивает. Я знаю, что... Думаю, ладно, поеду-ка я домой. Если не перезвонит, то... Сама заеду. Она как раз после обеда принимает. В общем, еду-еду. Уже забыла про врача. Звонит в дороге. Я говорю, доктор, мне срочно выпишите. Срочно выпишите. А она говорит, глазному надо. Я говорю, какому глазному? Говорю, у меня... Говорю, все течет. Все, там гной какой-то выделяется. Слава богу, немного. Глаза слипаются. Слезы текут. Все щипет, кусает. Она говорит, а есть, оказывается, еще в Булдере какой-то врач глазной, который принимает. Мне очереди. Ну, в порядке очереди. Да, в порядке очереди принимают. А я уже проехала эти Булдере. Я говорю, ну, так а как? Говорю, ну, мне сейчас, вот прямо сейчас надо. Надо эти глаза лечить. Может быть, он сегодня не работает. Ну, так он уже не будет там работать круглосуточно, этот врач. Да еще придешь к какой-то очереди там сидеть. И хорошо, если она еще есть. Это очередь, и есть возможность туда попасть. В общем, с этими врачами такая проблема. Антибиотики не выписываешься. Вернее, антибиотики никакие не купишь. Ничего не купишь. В общем, не знаю. Выкручивайся как хочешь. Так, ну как мне отсюда теперь выйти? Так, а как я вообще сюда зашла? В эту грязь? Я не могу выйти. Все-таки она жарилась надо мной. Жарилась. Где я шла? Где я шла? Ну, не знаю. Придется идти по воде. Ой, нет. Вот жарилась. Она говорит, какие вам капли надо? Я говорю, доктор, ну мне хоть какие. Главное, что с антибиотиками. Вот. Она же тоже, наверное, не знает. Ну, сказала в течение двух часов будут. Вот я и решила поехать на море. Погулять, подышать. Ой. Как же выбраться, а? Нет, там я точно не выберусь. Вот я зашла. Вот хожу, брожу. Снимаю видео. Показываю вам море. Конечно, в этом году что-то непонятное творится с климатом. Плюс 27 в Риге. Ну, здесь на телефоне показывают плюс 21. Это тоже хорошо. В Юрмале всегда прохладнее. Причем намного. В общем, эта дымка, она вот так от моря. И вот, не знаю, видно ли на видео. Море испаряется. Такое ощущение, что море испаряется. Ой, как же хорошо глазом стало на свежем воздухе. В помещении просто невыносимо. Просто все такое. Глаза щипет. Сидела там, ту ватку холодную приложу. Ой, эту каплю закапываю. Медсестра дала. Говорит, промывать, промывай. В общем, промывала. И так, и сяк. Невыносимо. А сейчас вроде ничего. И даже слезы не текут. Ничего. Думаю, все нормально будет. В общем, заболела детской болезнью. Говорят, что конъюнктивитом болеют только дети. Ну, взрослые тоже болеют, видите. Оказывается. Ну, видимо, меня дети и заразили. Где я могла его подцепить? Этот конъюнктивит. Никогда в жизни я его не подцепляла. Вообще редко, что подцепляю. Вообще-то не в моем характере что-то подцеплять. А в лесу как хорошо. Как хорошо в лесу. Видите, все сразу вылезли. Все. Куда не пойдешь, где-то везде ходят люди. Везде и всюду. Вот нет такой свободы, чтобы шла и громко разговаривала. Нет. Тихонечко надо говорить. Кругом люди. Напишите, у кого был конъюнктивит. У взрослых людей. Я понимаю, что у детей... Хотя я даже не помню, был ли у моего сына конъюнктивит. Мне кажется, тоже не было. Не помню. Напишите, у кого был. Что делать? Ну ладно. Сейчас эти капли я, конечно, возьму. Но тут же все такое воспаленное. Вокруг глаз. Все так щипет. Как эти капли. Они же, наверное, очень раздражают. Там же все эти сосуды полопались. Даже не представляю, что будет с моими глазами сейчас. Вот так глаза, в принципе, как бы нормально. Обычно мне бывает устают очень сильно глаза. А сейчас нет. Нормально. Только что вот такое все раздражение ужасное. Все зеленое. Трава зеленая. Листочки. Вон, видите. Все. В Юрмале. В Юрмале обычно позже все распускается, чем в Риге. А сейчас, в этом году, одинаково. Что в Риге вот так. И в Юрмале тоже. С другой стороны, если лето будет жаркое, все очень быстро осыпется. Ну, а если дождливое, то в Юрмале немного позже все осыпается. Ну, а если в этом году все так вот одновременно, то неизвестно, какое будет лето. Страшно подумать, если оно будет очень жаркое. Пришла в парк. Вот там вот цветочки. Я специально шла эти цветочки. Сфотографировалась. Очень много здесь. Вот этих голубеньких. Они каждый год здесь есть. Я, наверное, в этом году, может, и не так их много. Вот такая полянка. Большая полянка. Этих цветочков. Вы знаете, что это за цветочки. Я так плохо запоминаю название растений. Вот. Красота какая. Истоптать бы их. Все распускается. Частный дом, видите. Все-все распускается. Мгновенно просто. Прошло больше часа, как я гуляю. Поеду в аптеку, рискну. Может быть, она уже выписала. Не знаю, как это. Почему два часа? Два часа? Разве информация сразу не идет? Электронный рецепт. Не знаю. В общем, ладно. В крайнем случае, посижу к аптеке, подожду часик. Вот такие она мне капли выписала. Это Бродекс. И, кстати, купила только во второй аптеке. В Менес аптека не было их. Я уже испугалась, что их нигде не будет в Юрмале. Три раза в день. Попробую сейчас закапать. Я представляю. А может, и ничего. 5 миллилитров. 7 с копейками стоит.